Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас рубрика Фоберлик без прикраса. Это значит, что вас ждут самые достоверные отзывы. Итак, начинаем. Много интересных баночек. Давайте начнем с бытовой химии. Закончилось вот такое концентрированное универсальное средство из серии Дом Фоберлик, артикул 112-17. Чистота и блеск оно называется. Я использую его для мытья полов, и оно у меня сейчас прям вот в любимчиках. Самое любимое, почему люблю, уже, девчонки, не раз вам говорила. По мне здесь присутствует аромат свежескошенной травы. Я его прям обожаю. Очень классный, свеженький аромат, зелененький такой, потрясающий. Вообще, обожаю с ним мыть полы без каких-либо разводов, никаких нареканий нет. И что могу сказать? Мне оно нравится гораздо больше, чем универсальное средство Гринли. Вот гораздо больше. Не знаю почему. Вот я его люблю и всегда беру, и буду брать обязательно. В запасе бутылочка еще есть. Прям обожаю. Любовная любовь. Так, дальше. Освежитель. Один закончился с ананасиком из серии тоже Дом Фоберлик. Артикул 118-11. Приятный, такой сладенький ананасик. С какой-то долей кислиночки даже. Приятный аромат, на самом деле, в помещении, в комнате. Нравится его распылять. Я их периодически чередую. Тоже нравится больше, чем Гринли. Все-таки, наверное, серия Дом Фоберлик выигрывает у Гринли. Гринли вообще не держится в воздухе. Вообще. Но это у нас как ароматерапия. Там все натуральное, там эфирное масло. Мне вот такие вот почему-то нравятся больше. Удобная заглушка. От деток маленьких. Безопасно для животных, безопасно для маленьких деток. С нуля плюс. То есть, помимо того, что мы ароматизируем помещение, мы еще и его увлажняем, да, потому что они водные. Так, дальше. Буквально сейчас, буквально сегодня, закончилось вот такое мыло из линейки Витамании. Один из моих любимых ароматов. Манго и папайя. Это потрясающий аромат. Я так люблю одушку манго в косметических средствах. Это просто блаженство. Прям манго-манго. Артикул 2365 часто бывает на распродажах. Поэтому беру. Жидкого мыла мало не бывает. И на кухне стоит. И в ванной комнате руки моем постоянно. Сейчас обильно, да, в связи с ситуацией с такой. Чередую. Либо Витамания, либо Бьюти Кафе, либо Ля Крем. Вот этот запах один из прям вот любимейших. Вообще супер. Оно такое, вот видите, даже цветом, как манго-манго. Классное. И еще одно мыло уже из линейки Бьюти Кафе. Это лайм. Лаймовый сорбет. Да. Вот так оно выглядит. Оно само по себе такое красивое, зелененькое. Прям насыщенного такого цвета. Запах тоже классный. Мне нравится именно лайм и сорбет больше всего в этой линейке. Кисленький, лаймовый. Действительно прям классный, освежающий такой. Мне руки не сушило, кстати. Несмотря ни на что, ни Витамания, ни вот это мыло, руки не сушило. Все как бы нормально. Артикул 25.05 у этого мыла. Из еды я один продукт еще покажу. Девчонки, мы с вами вместе готовили. Это паста с томатами и овощами, с бамбуковой клетчаткой. Это такие круглые макарошки, которые как-то, ну и по вкусу на макарошки не очень похожи. Но что могу сказать? Я такое есть иногда люблю. Но у меня семья не понимает. Ни дочь, ни муж. Сколько я им не готовила первые, вторые блюда, ни чаев, им не нравятся. Они не любят. Артикул этой пасты. Где он, девчонки? Не найдешь. Не найдешь вообще. Я найду. 160.17. То есть она прикольная. Там чувствуется томаты. Как-то в ней не сильно много специй. В отличие от некоторых супов из этой линейки. Достаточно приятные. И макарошки круглые. У меня ребенок как бы не понял, ну как они такими могут быть. Это не макароны, это какая-то крупа, это невкусно и так далее. В общем, она не доела. Мужу тоже не очень понравилось. Поэтому брать только для себя. Может быть, что-то и возьму. Говорят, каши, вот не чай вкусные. Говорят, вот там прям вкусно, да. А вот первые, вторые блюда нам точно не зашли. Я добавляла больше воды, нежели по инструкции. Там по инструкции 550. Я где-то 750 добавляла. И здесь не на три явно порции получается. Порции на пять точно. Потому что на второй день еще много очень оставалось. Но пришлось все выкинуть. Никто не захотел. Вот. Дальше. Закончилось у меня суфле для тела из линейки Бьюти Кафе. А с малинкой. Вот такое вот. Кстати, неплохое такое суфле. Вы знаете, я как-то не очень любила. Но мне не нравится запах, честно. Запах малины с какой-то едой. Он вроде такой свежающий, интересный. Но мне просто не нравится. Я из-за запаха, поэтому не так часто наносила. И долго у меня эта банка стояла. Никак не могла добить. Такое розовенькое, светло-розовое суфле. Но я уверена, что многим этот аромат нравится. Мне нет. Оно прям суфле-суфле. Вот так выглядит. Оно такое... Даже как йогурт, что ли. Быстро превращается в водичку на вашей коже. И очень хорошо увлажняет. То есть по своим свойствам, в принципе, неплохо. Неплохо. Даже добрала, так скажем. Даже на зимний период тренинга. Видите, оно как быстро тает на руке. И все. И уже как будто водичка очень легко разносится по телу из-за этого. Поэтому расход не сильно большой. Хотя такая маленькая баночка. А если еще такие продукты наносить на влажное тело, зато вообще их расход значительно сокращается. Мне не очень нравится просто этот запах. Артикул 19.19. Уверен, многим он зайдет. Это такая малинка. Какая-то чуть-чуть выпечки почти не чувствуется здесь. И какая-то она такая свежающая. Какой-то свежей ноткой, девчонки. Ну, интересное суфле. Увлажняет хорошо. Не скажу, что прям напитывает. Но действительно увлажняет. У меня кот сегодня вообще не знаю. Макс. Это какой-то капец, девчонки. Ходит вот так вот, прыгает на дыбах. Прыгает на дыбах вокруг кошки. Кошка, кошке 16 лет. Она сидит на него, смотрит, что ты хочешь. Макс. А у него март. Еще окно, когда открыто. А он безумно любит свежий воздух. Хотя на улицу не ходит. На него, наверное, это так влияет. Весь день сегодня сидит. Она так, кошка сидит на него, смотрит. У меня сейчас все нормально. Кот с головой. Кошка 16 лет. Ей уже ничего не надо. А, лирическое отступление. Он просто достал уже сегодня. Так, вот такой вот сос-крем у меня закончился, девчонки. Мне кажется, его уже нет. Или где-то в распродажах он, может быть, еще мелькает. Это такая линейка. Интересно была Фаберлик. И мне удалось попробовать только вот этот один продукт. Домашняя аптечка. Эксперт фарма, да? Вот такая. Или они еще есть? Нет, в каталогах я давно не вижу. Сос-крем для активных людей. Я его использовала для чего? Для того, чтобы мне с этим кремом муж делал массаж воротниковой зоны. Потому что очень шея болит часто. Этот хондроз шейного отдела, он не дает покоя многим, да? От этого никуда не деться. Надо и массажная подушка у меня, и мужа иногда прошу. Как-то от этого всего спасаться. Артикул 1625. Не знаю, посмотрите по артикулу. Может быть, он еще есть. Мне понравился. Для наружного применения. После рекомендует физической нагрузки. Оказывает расслабляющее и разогревающее действие на коже. Снимает напряжение, неприятные ощущения. Комплекс пчеловодства. Жгучая ваниль, экстракт дерева тика, масло чайного дерева. Стимулирует кровообращение, устраняет симптомы переуметомления. Мне понравился очень, вот, девчонки, вот такой продукт. Действительно снимает напряжение. С ним очень приятно делать массаж. Легкий-легкий разогревающий эффект. Никаких таких жжений, неприятных ощущений от него нет. Продукт хороший. Действительно достойный. Если делать вот с ним массаж, прям понравился. Закончился тонизирующий крем для ног. Венотоник, любимый, всегда в запасе. Сейчас у меня тоже есть, так же, как и гладкие пяточки. Это тоже у нас эксперт фарма, космецевтика с лечебным действием. Артикул 1733. Устраняет чувство усталости, тяжести. Она как действительно устраняет. Легкий охлаждающий эффект длится около минутки. Легкий-легкий такой прям. Это гелеобразная текстура. Такого слегка зеленоватого цвета. Снимает усталость. Я вам уже рассказывала. Я люблю нанести его на всю поверхность ног, в том числе и на ступни. Там тоже надо снимать усталость. И задрать ноги кверху. Так немножко полежать. И прям хорошо. Я пока свой выбор в плане ухода противоварикозного за своими ножками останавливаю. Вот именно на этом продукте. Мне очень нравится. Пользуюсь на постоянной основе. Из линейки эксперт фарма закончился вот такой вот ополаскиватель для полости рта. Без спирта, без фтора. Содержит экстракт трав, растительные аминокислоты. Артикул его 1637. Здесь удобная крышечка, в которую можно наливать сам продукт, отсюда пить. Есть, кстати, разлиновочка по миллилитрам. Он термоядерно-мятный. Я знаю, не все девочки любят такие продукты. И пасты некоторые не любят такие вот термоядерно-мятные. Так что имейте в виду, он термоядерно-мятный. То есть он поджигает во рту прям вот этой своей вот мятностью. А так дыхание держится прилично. Свежая, освежает полости рта. Действительно, возможно, и как-то там и защищает. Я не знаю, как это проверить. Комплекс на течение зубов и дюсин. Профилактика воспалений. В общем, нормальный освежитель. Не закончился, но перелила. Поэтому показываю пустую баночку. Новую интимку. Которая в прошлом каталоге у нас с вами вышла. Только точнее в этом. В каком прошлом. Это новый гель для интимной гигиены с лангалангом, гиалуронкой, молочной кислотой, гипоаллергеном. Артикул 2657. Предыдущий продукт у нас был такой слегка белесый, непрозрачный. Здесь гель прозрачный. Видите? Вот такой прозрачный гель. Приятная очень отдушка. Не сильно бьет в нос. Нет такого резкого запаха. Но она более ярко выражена, чем в привычном нам с вами продукте старом из этой линейки. Ну и более-менее терпимо по сравнению с луникой. Вырви глаз. По поводу ухаживающих каких-то свойств. Никаких нареканий нет. Прекрасно. Не сушит. Чувство свежести. Да, все как бы замечательно. Все потрясающе. В прошлом видео обзоре заказа девчонки смеялись, когда я сказала про гиалуронку. Увлажняет кожу, улучшает тонус, эластичность. Что эластичность нам в том месте тоже нужна. Но как же нужна, девчонки. Да куда без нее. Хорошее средство. Никаких неприятных ощущений не вызвало. Хотя мусс мне из этой серии подсушивает. Лав. Закончился наконец-то один продукт. Крем для ног питания и смягчения. 70 мл. Артикул 2579. Это крем для ступней. Но можно и на все ноги. Питание и смягчение. У меня есть еще тоже, которая снимает усталость. Они какие-то по мне слабенькие. Вообще-то линейка слабенькая. Увлажняет. Да. Но допустим мне вот ступням и рукам нужно больше. Питания здесь в этой серии маловато. Повторять вот этот продукт не буду. Брала чисто вот на пробу. Но гладкие пяточки, они естественно лучше. Поэтому зачем я буду повторять эту покупку. Когда есть средства лучше. Из детской линейки закончился вот такой из техно-китс. Шампунь и гель для душа. Два в одном. 3+. Да, 3+. Артикул 2355. Тут гипоаллергенные одушки. И только пищевые красители. Ванилька. С жвачкой. Баблгам по-моему здесь аромат. Мне нравится. Мы в основном зеленое яблоко берем в зеленый из техно-китс. Это тоже прикольно. Пахнет жвачкой. Использовали и как шампунь, и как гель для душа, и как пену для ванны. Ну в общем. На что гораздо. У нас обычно такого флакона на неделю. Максимум это прям вот максимум. Потому что используем моментально. Закончилось гидрофильное масло Асюл. 100 лет назад мне кажется я его убрала. Но вроде по срокам все нормально успела. Артикул 0844. Здесь 100 миллилитров. Уже давно куда-то колпачок похерила от него. И что могу сказать. Вначале, когда только попробовала, вроде как вау-вау круто. Когда только заказывала давно уже вот эту серию на тестирование. Потом вообще не подружилась. У меня после этого гидрофильного масла вся кожа лица была красная. Какая-то прям алая. Какое-то как раздражение что ли даже. Мне не понравилось. Я отложила долго. Несколько месяцев этот продукт у меня стоял на полке. Потом решила повторить. Потом нормально вот сейчас. Раза два в неделю я его сейчас использовала. Чтобы добить. Уже отправить в пустышки. Ну и нормально. Использовала для снятия макияжа именно. То есть выдавливала масло на сухие руки. Потому что при контакте с водой именно это гидрофильное масло. Оно уже свои функции теряет. На сухие руки. Массировала кожу лица. Массировала глазки. Тушь. Все смывается хорошо. Добавлять приходится в процессе умывания. Чтобы как следует смыть макияж. Потому что оно смывает его. Но без контакта с водой. Если вы уже водички добавили. Уже хуже смывает. Все. Сейчас я вам зачитаю. Если при взаимодействии с водой. Масло превращается в мягкую эмульсию. Да. Оно уже не масло. Оно уже эмульсия. Которая без труда удаляется с кожи. Не оставляя после себя жирности и липкости. Да. И вот потом уже. Когда вы это все повозюкали масло по лицу. Умываетесь проточной водой. Да. Смываете это с себя масло. И оно смывается все. Вместе с остатками макияжа. Ну а все равно его надо с лица девчонки потом смывать. Любое гидрофильное масло. То есть потом уже вы не можете. Нет вы можете. И многие я знаю так делают. Потом говорят что вот не понял продукт. Или масло плохое и так далее. Потом все равно берем либо пенку. Либо гель для умывания. Либо еще что-то. И умываемся. Потом еще раз все равно. Масло нужно смывать. Это все равно масло. В какую бы эмульсию оно не превращалось. При взаимодействии с водой. Это все равно масло. Его надо обязательно с кожи смывать. Иначе будет закупорка пор. Полезут подкожники и так далее. Поэтому вот так. Вот так я его использовала в последнее время. И ну что кожа после него мягкая. Не пересушенная. Увлажненная. Как бы все нормально. Вроде последнее время. Вот я с ним подружилась. Знаю многие его любят. Масло неплохое. Но девчонки обязательно его смывайте все равно со своей кожи. Вот так. Закончился у меня тоже 100 летней давности покупка вообще. Пролексир. Подбиваю все свои запасы как могу. Активный крем для век. Мне так нравится маска из этой серии. Девчонки ее сняли с производства. Какой у нее аромат. Потрясающий. Как она здорово увлажняла кожу. С гиалуроночкой. Да у нас в этой серии 30 плюс. Пролексир. Сняли маску. Жалко обидно. Прям вот любила я ее. 0723 артикул. Ну и что могу сказать я вам. Ничего я вам не могу сказать. Такой среднячок. Вот что смогла выдавила. Он и пахнет тоже классно. И по консистенции такой средней. И по действию своему. Это такое легкое увлажнение. То есть поддержание кожи вокруг глаз в нормальном увлажненном состоянии. Каких-то проблем с мимическими морщинами. С отеками. С темными кругами под глазами. Вам этот продукт не поможет решить. Просто такой базовый уход. Вот здесь 15 миллилитров. Все. До свидули. Закончился эликсир варю. Вот такой. Это сияние. Я как-то с ним однажды тоже не подружилась. Артикул 0164. Мне больше понравился аквалифтинг. Но вот сейчас на эту зиму мне прям он зашел на ура. На ночь в основном его наносила. Под кремушек ночной. Здесь удобные пипетки. Вот видите какой он такой желтенького цвета. Оранжевенького. Уже не добирает он. Вот. Чуть-чуть осталось. Это как такое легкое. Не стекай. Маслица. Легенькое такое. Слегка масляная сыворотка. Но она после себя не оставляет никакого жирного блеска. Видите? Она достаточно быстро впитывается. Увлажняет кожу. Для сухой, возрастной кожи. Я могу смело посоветовать именно вот сияние. Очень неплохо работает. Под крем. Прямо если есть какие-то шелушения. Сначала там скрабируемся, очищаем как следует кожу. Потом напитываем ее сывороточкой вот этой вот номер один. И сверху закрываем кремушком питательным. Начнем мы с утра радуемся своему увлажненному лицу. Вот так да. А для жирно-комбинированной кожи на зиму, на холодное время года, на лето, конечно, нет. Этого продукта будет много. Он будет ощущаться на коже. Так. И последние два продукта. Это недавние новинки, девчонки. Это серия Global Oxygen. Здесь у меня ночная кислородная маска для лица и пенка. Кислородная для очищения лица. Оба продукта покорили. Просто поразили. Я вам не скажу артикул на маску, девчонки. Потому что ее на банке. Банке артикул нет. Это ночная маска, она такая голубенькая. Видите, как я ее добила? Что даже вам не покажу ничего. Потому что понравилась. Понравилась, очень понравилась. Аромат у этой линейки очень приятный. Такая прям парфюмерная душка. Великолепная. Мне очень нравится. Вот. И работает она здорово. Есть липкость из-за того, что в этой серии у нас гиалуронка от этой маски. Она действительно есть, присутствует. Поэтому надо где-то за час-полтора-два до сна наносить этот продукт. Средним слоем, таким как кремушек, наносила. И все. С утра кожа довольная. С утра кожа увлажненная. Хорошо выглядящая. С ровным тоном. Как бы все прекрасно. Отличный ночной крем. Пенка. Пенка вообще восторг. Пенка потрясающая. Я сейчас добью все свои пенки. Обязательно повторю вот эту. Здесь и объем большой. 175 мл. Артикул 5807 у пенки. Она действительно крутая. Она безумно круто смывает макияж. Мы с вами тестировали. Я не очень люблю смывать именно пенкой. Я сначала все-таки хочу мицелярочкой. Все. Вот это загрязнение удалить. А потом уже пройтись пенкой. По мне так очищение будет более комфортным. Более качественным. Но иногда знаете когда было лень. Бывает такое. И со мной умывалась. Смывала макияж вот этой пенкой. С первого раза. Ну ура. Удаляет. Кожа после пенки мягкая. Никакого ощущения стянутости. Не пересушенная. Такое ощущение что дышит она. Как-то вот больше кислорода в кожу проникает. После использования этой пенки. Она супер очищенная. То есть ничто. Никакие загрязнения в порах уже не мешают дышать вашей коже нормально. То есть соответственно я делаю вывод что она очищает круто. Правильно? Правильно. Поэтому пенку очень рекомендую. Вот эта серия понравилась. Пузыречек. Ты что за пузырелась? Пенка очень понравилась. Прям. И хочется тестировать продукты из этой серии. Еще. Но компания не дает. Знаете почему не дает? Потому что каждый каталог выходит куча новинок. А их хочется попробовать тоже. Вот в следующем будет вот эта вот серия для сна какая-то там уходовая. Да. Чтобы наша кожа отдыхала. Ну как тут вот дойти до Global Oxygen. Но я вам рекомендую вот очень присмотреться. Там ценник не совсем бюджетный. Но можно пока еще у нас действует программа Faberlic Like. Можно набрать себе вот таких вот любимчиков уходовых со скидочкой 70%. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такие пустышки скопились у меня за этот месяц. Если видео было вам интересно и полезно, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.